МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сводка криминальной обстановки в городе. Когда были динозавры, млекопитающие были очень маленькие. Уникальная выставка в Десногорском музее. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Итоги чемпионата школьной лиги по баскетболу. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Продавцы и покупатели товаров через интернет теперь могут получить бесплатную консультацию. В региональном управлении Роспотребнадзора до 20 февраля для них будет работать горячая линия. За последние три года количество жалоб на нарушение правил покупки и доставки товаров, приобретенных в интернет-магазинах, от жителей региона увеличилось более чем в три раза. По телефонам 8 800 190 50 и 4 812 30 48 08 смоляне смогут получить любую информацию и правила покупки товаров дистанционным способом. В нашем городе продлены карантинные мероприятия в школах номер один и номер два. Кроме того, с сегодняшнего дня ушли на карантин третья и четвёртая школы Десногорска. Карантин продлится до 20 февраля. Инженерная олимпиада – не просто возможность проверить свои знания по физике. Её результаты могут существенно повлиять на оценки при поступлении в энергетические вузы. Проводит олимпиаду комитет по образованию совместно со Смоленской атомной электростанцией. По итогам отборочного тура в финал вышли 17 школьников из Десногорска. Задания не выходят за рамки школьного курса физики, но результаты будут учитываться при формировании целевого набора в российские вузы, которые ведут подготовку студентов в интересах в госкорпорации «Росатом». 12 февраля в четвёртой школе прошёл финальный тур. Подводят итоги и выставляют баллы специалисты Нияо-Мифи из Обнинска. О том, кто стал победителем Олимпиады и собирается ли он связать свою судьбу с энергетикой, мы вам расскажем через неделю. А сейчас криминальные новости. В области пойман очередной чёрный лесоруб в Красненском районе во время обхода лесничий обнаружил, что кто-то срубил несколько хвойных деревьев. Он тут же обратился в полицию. Лесоруба быстро нашли. Подозреваемый признался в преступлении. Он собирался спиленные деревья продать на пилораму. Ущерб оценён примерно в 21 тысячу рублей. По факту возбуждено уголовное дело. Лесорубу грозит до двух лет лишения свободы. А на полигоне в Рудне Смоленские таможенники сотрудники Россельхознадзора ликвидировали 39 тонн яблок неустановленного происхождения. Фрукты прибыли в регион с территории Республики Беларусь без фитосанитарных сертификатов. Это не единственная партия сомнительных товаров, уничтоженных на полигоне за последние две недели. Туда отправилось 18 тонн грибов, 22 тонны пекинской капусты и ещё несколько партий яблок. Кроме того, в Смоленскую область запретили ввозить 600 килограмм сыра неизвестного происхождения и 20 тонн замороженных полуфабрикатов из говядины. О криминальной обстановке в нашем городе за минувшую неделю расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 98 сообщений о происшествиях. Из них 12 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 112 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 74. Задержаны водители в состоянии алкогольного опьянения 1. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 18 человек. Прокуратура Смоленской области подвела итоги работы за 2016 год. В регионе выявлены факты несвоевременной выплаты заработной платы, невыплаты окончательного расчета при увольнении работников, выплаты ниже минимального размера оплаты труда и другие нарушения в данной сфере. Остается проблема своевременного выявления скрытой задолженности. Также значительное внимание в прошедшем году было уделено надзору за соблюдением прав пенсионеров и инвалидов. В их интересах прокурорами предъявлено 352 иска. На протяжении последних лет под пристальным контролем прокуратурой остается сфера жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на принимаемые меры, проблем в данном секторе экономики много. В завершении заседания было заявлено о необходимости активизации надзора за расследованием уголовных дел, касающихся коррупции. 80% выпускников интернатов России сталкиваются с трудностями при реализации своих прав на жилье. Благотворительный фонд «Расправь крылья» представил смолянам новую программу помощи сиротам. Проект «Мой дом» нацелен на поддержку выпускников интернатов путем оказания бесплатной помощи в решении жилищных вопросов. За последние пять лет, благодаря участию фонда, более ста смоленских сирот получили жилплощадь. В ближайшие месяцы сотрудники социального центра начнут выездные консультации в интернатах Смоленской области. Смоленин снял на видео необычное природное явление. При температуре минус 20 на небе появилась радуга. Видеоролик, снятый по словам авторов, в Смоленске уже показали по федеральному каналу. Отметим, что зимнюю радугу смоляне видели и раньше. Для ее появления необходимы три условия – солнце, мороз и влажность. Это уникальное природное явление можно увидеть из-за больших амплитуд температур. О теориях происхождения и эволюции человека спорят и ученые, и простые обыватели. Выдвигаются предположения дарвинизма, инопланетного происхождения и божественного создания. Но существуют и другие версии. А какие вы узнаете из нашего сюжета прямо сейчас. В Десногорском музее расположились экспонаты, которые хотят подтвердить происхождение жизни на земле от холоднокровных рептилий. Сегодня мы побывали на необычной выставке в Десногорском музее. И здесь мы узнали много интересного. Все экспонаты уникальны, поскольку выполнены по индивидуальному заказу или самими организаторами. Фигуры реалистичны, так как имеют натуральную величину. Тема выставки очень интересная, познавательная и рассчитана на школьников. В общем-то мы ничего нового не вносим в данном случае. Мы просто визуализировали школьный учебник. То есть то, что дети изучают по биологии, мы просто взяли и вылепили, определенным образом сделали, чтобы было интересно. По эволюции млекопитающие все, без исключения, они произошли от рептилий. То есть рептилия в данном случае первородная форма по отношению к млекопитающим. Просто когда были динозавры, млекопитающие были очень маленькие, там как мышки такие. А потом, когда динозавры исчезли, ниша освободилась, и они стали плодиться, размножаться, и все заселили планету. Вот это чудное млекопитающее, которое вот тут с маленьким-маленьким хвостиком и на таких струнных ножках. Вы хотите сказать, что так мог выглядеть человек? Ну это, знаете, есть гипотеза британских ученых, знаменитых, о том, что если бы не вымерли бы динозавры в результате катаклизма, они могли бы эволюционировать в разумную форму существ. И сделали модель, как бы выглядели эти самые разумные динозавры. Вот, собственно, вот она и есть. Мы ее просто повторили. Так бы могли выглядеть действительно двуногие разумные динозавры. Тогда получается, что крокодилы, ящеры, ящерицы, ну, короче, все рептилии, да, они самые древние жители Земли? Ну, из современных видов крокодил один из самых древних, да, то есть он 300 миллионов лет. Существует практически не меняясь. Ну, там размеры менялись у них, а в целом он морфологически внешне он был такой же, как и наш крокодил. Очень удачная форма жизненная. Из всех ваших вот обитателей, скажем так, ваши выступы, у вас есть любимица? Да, есть астралопитек массивный, вот он черный сзади вас, который вот с руками такой вот. Он, да, он, ну, он и детям нравится, он какой-то вот удачный. Есть удачные фигуры, есть вот не менее удачные фигуры. Он очень удачная фигура. Самое замечательное, что все фигуры можно потрогать руками. Александр практически убедил меня в том, что я могла произойти вот от этого симпатичного животного. 14 февраля в России отмечаются два значимых события – Валентина в день и Международный праздник – День дарения книг. В этот день предоставляется возможность подарить подарки своим любимым и книгу в библиотеку. Всего лишь одна книга, подаренная в этот день, обретет сотни, а то и тысячи юных читателей. Это очень простой способ делать добро. Подумайте, подарив книгу в библиотеке, вы станете продолжателем исконно русских традиций благотворительности. В минувшую субботу две с половиной тысячи смолян приняли участие в Лыжне России. За порядком и безопасностью во время проведения мероприятия следили больше 50 сотрудников полиции и еще полсотни народных дружинников. Также было организовано дежурство спасателей сотрудников ГИМС, МЧС России и пожарных. На базе в Красном Бару они развернули пункт обогрева и полевой кухни, где все желающие могли угоститься горячим чаем и кашей. За путевку на чемпионат Центрального федерального округа два дня в Десногорске боролись сильнейшие школьные команды области. Кэсбаскет – одно из главных спортивных событий Смоленщины проходит у нас в городе уже в третий раз. О том, кто стал победителем и какое место заняла десногорская команда юношей, вы узнаете в нашем следующем сюжете. В последний день чемпионата игры проходили динамично и захватывающе. Каждая команда боролась за победу, играли сильнейшие. Всего было проведено четыре матча, по результатам которых определились победители. Среди девушек лидирующую позицию заняла команда Смоленской школы номер 31. У юношей победу одержала команда школы номер 19, также из города Смоленска. Теперь они представят Смоленскую область на Кубке Центрального федерального округа. Команда же десногорских юношей, которая вышла в финал, заняла вторую позицию и взяла серебро. «Ясногорский баскетбол сделал определенный шаг вперед. Я очень этому рад. В прошлом году мы были вообще без медалей. Все-таки второе место – это их заслуга. Это хороший результат. Но первое место только одно». Самих ребят второе место тоже нисколько не огорчило, а наоборот добавило желание бороться, тренироваться и стать сильнейшей командой области. «Мы в этом 10-м юбилейном сезоне КС Баскета заняли второе место. И мы этим очень рады. Мы считаем, что мы заслужили это место». Также юные баскетболисты Десногорска Никита Пипко и Артем Павлов были признаны как лучшие игроки команды. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова